Добрый день! Мне достаточно часто приходят письма с рекомендациями, как делать свой канал. И вот последняя парочка писем вызвали желание записать такой ролик, где дамы мне дают рекомендации прекратить чтение ваших писем, а вести себя так, как все остальные блогеры. Вот будьте как все. Зачем вы делаете все как-то по-другому? Ну, во-первых, все блогеры разные, и я, конечно, всех не успела посмотреть, но те, которые я просматриваю регулярно, тех блогеров, они очень оригинальны. Они как раз мне и приятны тем, что они не похожи ни на кого. Но есть акины, я их так называю, но, видимо, это как раз те, про которых вы мне говорите, что будьте как все, которые, что вижу, про то и пою. Вот мне такие блогеры как раз неинтересны. Я считаю, что блогер заслуживает внимания только в том случае, если он несет что-то свое. Мой канал стал таким, благодаря вашим письмам, потому что я сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что если бы не было писем, я бы, безусловно, не превратилась в акина, но я бы стала одним из блогеров, который живет в Америке, и который только рассказывает об Америке. На сегодняшний день у нас вот такой канал. Мы находимся сейчас на моем канале. Я его показываю, как я его вижу, как владелец, но мы его посмотрим с позиции, как подписчик. Входит, ошибка не будет. Вот как подписчик. Для подписчиков на первом месте должна быть, по идее, картинка, которая только вышла. Самые последние видео, которые загружены, они вот в этом ряду. В самом первом у меня загрузка стоит. И можно вот на эту стрелочку нажать и посмотреть, какие были ролики загружены в последнее время. Их, как правило, здесь, ну, наверное, с десяток, остальные, вот более тысячи, можно нажать и все посмотреть. Далее я их распределила по плейлистам. Просто важные плейлисты, а потом некоторые из плейлистов я вынесла ниже. И самый популярный плейлист – это то, которое выдвигает сам YouTube. Те, которые больше всего внимания привлекли. Вот у меня самое большое – то, как разносить обувь. Вот почти 57,5 тысяч просмотров было. А самое нижнее – это видео, которые мне понравились. Обычно они появляются и здесь. У меня просто три дня не было дома, поэтому мои ролики выходили нерегулярно, и здесь нет никого. Давайте посмотрим, как канал смотрят новички. Вот сюда заходим. Гость, случайно попавший к нам. Всегда открывается, я его сейчас закрою, самый первый ролик, который скоро сменится, это часть ангела на месяц очередной. Обычно я числа 30-31 выкладываю этот ролик. И в ролике в описании есть и то, что можно зайти и посмотреть для новичков. И здесь у нас есть такой плейлист, который так и называется «Информация для новичков», в котором я рассказываю, как пользоваться каналом и что он не так однообразен, как может вам показаться. Да, письма преобладают. Из почти 2000 уже роликов, которые вышли, на сегодня 1870 ролик загружен. 71-й надо здесь исправить. Более половины – это ваши письма. Они у меня распределены по плейлистам. Поэтому можно просто вот сюда, в плейлисты, зайти и посмотреть тот, который вам понравился. Кстати, вот здесь вот у нас их, я их посчитала, их у нас 29 плейлистов. И, конечно, можно выбрать себе то, что вам действительно нравится. У нас есть, ну, тут больше всё-таки письма, где мы говорим о работе, отношениях с коллегами. Про детей очень много было вопросов. Тут тоже письма «Семейные отношения». Про любимую свекровь. Есть мои рассуждения и есть ваши письма. Молодозелена мы объединили в отдельный вот плейлист совсем недавно, когда я сортировала специально, чтобы для молодых сделать отдельный плейлист. Очень много одинаковых вопросов. И здесь их судьбы тоже в основном письма. Вот этот вот очень важный. Для новичков уже 17 видео я здесь выложила. Сегодняшнее видео будет здесь же. Для 18-е. Для тех, кто думает, что на канале посмотреть нечего. Очень интересный у нас есть плейлист, конкурсы и объявления. Мы совсем недавно проводили конкурс. Анечка уже свой подарок получила. И у нас есть еще поощрительный приз, который должен пойти в мой родной город, в Омск. Я его до сих пор еще не отправила. Жду. Вдруг будет оказия. Если никакой оказии не случится, то вот я его 1 января отправлю. Как раз там в России праздники. После праздника, выглядишь, он и доползет. Вот этот вот плейлист «Наряд дня». Я даже никогда не догадывалась, что на моем канале будет такой плейлист. Теперь я по просьбе моих слушателей, зрителей втянулась. И делаю обязательно каждую неделю. Иногда получается каждый день. Я показываю, в чем я выхожу. Вот сейчас не делаю, потому что сижу перед вами в маске и в халате. Только что встала. Нужно срочно выложить ролик, потому как уже 9 часов прошло после последнего. А у меня они обычно выходят с периодичностью в 7-8 часов. Разные судьбы – это, безусловно, бизнес. Это, безусловно, письма. Мой бизнес, моя страсть, Юсана, я рассказываю не столько о бизнесе, сколько о той продукции, которую я вам с удовольствием рекомендую. Ну, «Счастливые судьбы» у нас уже 30 видео. Здесь девочки и мальчики рассказывают о том, как великолепно у них сложилась судьба. Я очень люблю этот плейлист. Если у вас началась какая-то тяжелая полоса, у вас есть два варианта, как из нее выйти. Первое – зайти в «Счастливые судьбы» и посмотреть, как хорошо у людей получается, и у вас получится. Либо зайти там, где мы говорим об очень несчастных семьях и сравнить себя с более несчастными и сказать, «Боже мой, как мне это повезло, как у меня все хорошо, и я еще смею считать себя несчастливой и впадать в депрессию». Стихи и юмор давно не пополнялись. Я, наверное, сегодня что-нибудь прочту, потому что у меня давно-давно в закладках лежат стихи, которые хотелось бы прочитать. Вот великолепный плейлист. Я, правда, его пополняю не столь регулярно, хотя все равно что-то просматриваю. На последнюю мою зарисовку, что я посмотрела, пришло очень много отзывов с рекомендациями. Я что-то из этого, безусловно, просмотрю и посоветую всем остальным из того, что посмотрела. Уже 19 таких видео все равно вышло. «Живопись» и «Рукоделье». Здесь я рассказываю о том, чем я занимаюсь и чем занимаются Иринка в основном. Мы две тут рукодельницы, хотя у нас есть еще Оксаночка и есть ее дочурка великолепная. Я как-нибудь к ним проеду и хотя бы просто сниму их поделки, потому что те две скромницы никак не хотят появляться перед экраном. И мы договорились, что я не буду показывать их лица, буду показывать только их великолепные изделия. Не могу молчать. Это плейлист, который... Ой, который мне трудно говорить, но я все равно себя заставляю и говорю. Готовим вкусно, быстро. Уже 55 рецептов я выложила. Это в основном то, что я готовлю каждый день. И то, что я готовлю, когда ко мне приходят на вечеринку или я куда-то иду. И скоро мы будем встречаться у Ритика дома. Я покажу снова ее вам великолепный дом, домище. И, конечно, что-то приготовлю оригинально и выложу новое видео в этот плейлист. Города и веси – это наши путешествия. Вот в последней рекомендации мне, как вести себя, говорили, ну, хоть бы куда-то съездили, да что-то показали. То есть у нас уже 103 видео. И я вчера приехала из Канзас-Сити. Я тоже что-нибудь выложу. Я там кое-что сняла. По-английски у меня очень немного роликов. Всего 12. Надо над этим поработать. Потому что, ну, есть с кем-то с американцами поговорить. Пусть поговорят. Огромнейший, огромнейший плейлист. Личная. Уже 152 ролика. Людям интересна моя собственная жизнь, моя судьба. То, как я вспоминаю какие-то периоды жизни. Я их с удовольствием вспоминаю. Причем про себя я рассказываю абсолютно искренне, ничего не скрывая. Так, как это было. Иногда это неприятные моменты, иногда самые лучшие, про которые можно только подумать. Ну, жизнь, она полосатая. У всех случаются свои полосы. И в моей жизни они тоже были. То, что я нахожу что-то интересное, я делюсь в плейлисте «Мои находки». Можете сюда заглянуть. Я планирую еще на этой неделе свои находки вам показать. В отдельный плейлист я выложила «Лас-Вегас», хотя он лаконично вписывался в «Города и Веси». Но это тот город, в который я езжу каждый год. И он будет пополняться каждый год. И здесь будет достаточно много видео. На сегодняшний день их уже 22. 22 видео в плейлисте «Лохотрон». Здесь мы вас предупреждаем на основе моего опыта, на основе ваших писем, как не попасть в руки мошенников, как их обойти. По поводу английского языка я выложила свои рекомендации. У меня есть очень интересная методика. Английский на пальцах. Если вы никогда про такое не слышали, зайдите. Я думаю, что очень многим это поможет. Про среднего американца из США в США я рассказываю регулярно. То, что является общим для жителей Америки, я помещаю сюда. В мою Оклахому я помещаю не только информацию про наш штат, но и также наши встречи с девчонками, потому что все мероприятия, на которые мы ходим, это происходит в Оклахоме, я решила объединить их вот в такой плейлист. Становимся счастливыми. Здесь наши методики различные и оксиумарон, и различные, что я нахожу, что помогает нам быть счастливыми, а также рассуждения о нашем отношении к жизни. Они все здесь, и я удивлена, что их уже 134. Про красоту и здоровье мы говорим в отдельном листе. Я рассказываю в первую очередь то, чем я пользуюсь, что я нахожу, и какие мы манипуляции проделываю. Но я не думаю, что 93 ролика. Но что-то, видимо, еще есть. Мы сейчас в него заглядем. Как выйдет замуж за иностранца? Это мои рекомендации. Это во имя чего открывался канал. Мне очень хотелось свой опыт бывшей хозяйки брачного агентства выложить и сделать его доступным для всех желающих. На сегодняшний день здесь, помимо вот тех рекомендаций, которые я давала, наверное, в первых 20 номерных занятиях, уже много вопросов по ситуациям, которые происходят у наших дам, которые выходят замуж или знакомятся, и мы их всех обсуждаем. Это самый большой у нас плейлист, и там есть чему поучиться, чтобы не наделать ошибок, если вы встали на эту тропиночку знакомства с иностранцами. У нас есть второй ролик по детям. Я его объединила образование, любимые учителя, и немножечко вопросов по деткам тоже. И я в основном сначала рассказывала про американское образование, потому что я хожу в школу. У нас здесь все по-другому. Я думаю, что и детям интересно будет, и мамам, и педагогам интересно, как же у нас организовано все в Америке. Вот по красоте и здоровье. А, да, я и про парикмахеров говорю, и про стоматолога, и про продукцию Юсаны. Но понятно, почему так много здесь всего набралось. Можете зайти посмотреть. Я пробую все на себе и все показываю. Итак, мы снова вышли, как владелец смотрит. Я сказала, что можно как гость заходить, а можно заходить как подписчик, когда как гость всегда одно и то же выходит. Если вы не хотите подписываться, то вам каждый раз его не нужно просматривать, этот ролик вы смело на него ставите, так же, как я сейчас прекратить, и он не играет, можете подписаться. Почему я рекомендую подписываться? У нас уже 12 тысяч, почти 200 подписчиков на сегодняшний день, а сегодня у нас 27 декабря. Вот у нас последняя неделя этого года идет. Почему? Почему я рекомендовала бы? Потому что я сама подписываюсь под тех блогеров, которые мне кажутся не такими, как все, которых есть смысл послушать, потому что они другие. Вот здесь рядом с YouTube есть вот такие полосочки. Мы на них, когда нажимаем, у нас есть возможность выйти мне на мой канал, но меня интересует вот такой. Подписки. Это те, на кого я подписана, кто мне интересен, кого я регулярно смотрю. И если на них нажать, то появляются вот мои блогеры, которые мне интересны, и последние три дня меня дома не было, я их не смотрела. А предыдущие тут вот видно. Вот я не знаю, почему тут написано, что не просмотрела, наверное, уже давно. Я обязательно смотрю своих любимых блогеров. У меня, кстати, это, наверное, в разделе, где почитать, посмотреть, есть три видео. Мои любимые блогеры, где я рассказываю, кого я смотрю. И вот я не пропущу то, что они выложили. Мне здесь все видно. И что нравится, что вот это сегодня уже выложили девочки, мои любимые. Я их обязательно посмотрю. Это вчера, это на прошлой неделе. И поскольку меня давно не было, оно не просмотрено, а так обычно я, ну, сегодняшнее уже что-то смотрю. То есть у вас будет возможность, если вам нравится блогер, и вы не хотите пропустить его видеороликов, то есть смысл подписаться. И здесь очень хорошо есть такой вот разделчик посмотреть повторно, или посмотреть еще раз. И поэтому я сюда лично сбрасываю то, что меня интересует. А когда я смотрю своих подписчиков, то я с удовольствием им ставлю пальчик вверх. Они у меня, я все равно это делаю. Всем привет! Вот такая она у меня лапочка. Всем привет! Вот сюда на пальчик нажимаю, для того, чтобы канал моего любимого блогера продвигался. Мне некоторые девочки просят напоминать, чтобы вы ставили пальчики, для того, чтобы наш канал тоже продвигался, и его больше людей видели. Я не думаю, что у меня очень скучный канал. Тем плейлистам, которые мы посмотрели, вы сами можете догадаться, что он очень разносторонний, и на нем многое можно найти. Если вы хотите еще что-то иметь на моем канале, то добро пожаловать с вашими конкретными предложениями, что, Галя, я хочу, чтобы в нашем канале появился плейлист, освещающий вот это-то и вот это-то, а не просто так, что будьте как все. Меня очень удивляет такое предложение, быть как все, ведь, извините, но уже 25 лет в России и не пытаются контролировать направление ваших мыслей, а вам все равно хочется быть как все. Ребята, мне не хочется быть как все. У меня будет канал такой, как Кукин, я его вижу. И спасибо вам за письма, потому что благодаря вашим письмам мой канал такой, какой он есть. А для того, чтобы подписаться, нужно вот сюда нажать, там, где количество наших подписчиков, уже есть, нажать на подписаться, вставить адрес, свои данные и будете заходить вот сюда же в подписки и видеть своих любимых блогеров. Очень надеюсь, что для людей, которые не любят однотипные видео смотреть, мой канал вам понравится. А с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok